Это будет последнее наше занятие, насколько я понимаю, и мы будем с вами сегодня разговаривать об обществе государства Древнего Рима, периода империи, конца республики, периода империи, и с вами этим, вероятно, закончим. Это будет наше последнее занятие. Будем считать, что мы поговорили с вами о социо- и политогенезе, о том, как вырабатывались разные особенности формирования общества и государства в разных странах региона европейского, в первую очередь, поскольку это была Греция и Рим в конце, как мы пришли к современной цивилизации. Так, одну секундочку, у меня почему-то не открывается презентация. Так, кто мне скажет, на чем мы остановились в прошлый раз? Нет? Ну ладно, тогда просто продолжим. Итак, значит, я вам коротко напоминаю, и мы продолжаем. Значит, еще раз. Мы с вами говорили о Римской Республике, о том, на каких основах она существовала, и о предшествующем Римской Республике, Царском Риме. Основу римской власти, римского государства составляла монархия. Это был монархический полис. Если помните, полис — это такая гражданская община, это не совсем государство в иерархическом смысле, это государство в гетерархическом смысле, где очень немного вертикальных вот этих самых систем. Это государство не территориальное, потому что территорий обзаводится с условиями, что у вас управляет всем народное собрание, и гражданином считается тот, кто владеет землей в Риме, достаточно сложно. То есть римляне называли это словом «цивитос», да, но по большому счету эта система была очень похожа на систему полиса. Социальная структура, я вам напоминаю, это патриции и плебеи, и в самом низу рабы. Вот Рим — это уже классическое общество рабовладелическое. Оно станет классическим рабовладелическим в таком широком смысле чуть-чуть позже, но вот Рим — это то государство, та политическая система, которая переродится в классическое рабство, в систему с классическим рабством, где раб — это вещь, где его эксплуатируют, покупают, продают, убивают, если надо, да, и перечисляют вместе с лопатами. Когда там куда-нибудь переезжают, возьмите столько-то лопат, столько-то там бревен и столько-то рабовладелось. Ну, это будет чуть-чуть попозже. Значит, политическое управление монархическое, но монархия, еще раз, не такая, как мы привыкли думать на основании российской истории. Это такая первобытная монархия, первобытная, такая древняя монархия, где царь — это верховный жрец, с одной стороны, с другой стороны, как бы выборный народом, выбранный народом старейшина верховной. То есть мы везде используем слово «царь», но в русской традиции «царь» — это как бы император, это «кесарь», да, это титул, который принял Иван Грозный, чтобы сравняться с западными монархиями и показать преемственность от Византии. А в «рекс», да, вот этот царь римский, это такой, как бы, военно-религиозный предводитель, военно-религиозный предводитель, опирающийся на высшее сословие и согласие народного собрания. Важной особенностью римской царской власти было то, что этих царей выбирали. Вообще древние монархии такие, они, поскольку еще не побороли силы народного такого самоуправления, они еще от них зависят и поэтому выбираются. Поэтому выбираются. Несколько римских царей, видимо, не выбирались, а назначались, и это закончилось свержением царской власти. То есть вот эта царская власть, она долго не продержалась. Так, вот мы говорили с вами о примере Патрициях, рабах аристократии. Это обсуждали. Говорили о том, что такое римский цивитас, римский цивитас, вот этот самый особенный римский полис. И говорили с вами о том, что в какой-то момент важным становится непроисхождение. Вот это такая важная штука. Дело в том, что происхождение, оно важно когда? Когда определенной группе военной аристократии нужно выделиться. Но военная аристократия обычно власть со временем теряет. Со временем теряет, потому что война меняется. Вот эти древние войны, как Троянская, они уходят в историю. Троянская война это война кого? Кстати, кто мне скажет, что Троянская война это война кого? Кто с кем воевал? Вернее, кто были основные действующие лица? Это кто? Как их можно одним словом определить? Ключевые действующие лица Троянской войны. Это кто? Троянской. Это война Ахейского греческого союза и Трои. Во главе с Тарем Приамом. Рим и Карфаген это вот история римская. Мы сейчас к ней придем. Там что-то такое интересное. Все главные герои, они кто? Почти все. Там Ахилл, Гектор, Патрокл, Агамемнон. Они все относятся к какой группе людей? Кто они вообще такие все? Одиссей. Ничего страшного, что перепутали, все в порядке. Не помните? Это все герои. Герои это вот немножечко боги. Это наполовину боги. И здесь прослеживается явно вот эта важность аристократии. Вот эти особенные, которые владеют воинскими навыками. Но их мало. Они иногда могут собрать ополчение, но этого тоже мало. А война постепенно меняется. А потребности меняются. Уже иногда приходится вести такое количество войн, что этих сил не хватает. И тогда приходит на помощь ополчение. Но ополчение, которое, как бы это сказать, становится основой войска. Вот как гоплиты в Греции. Сначала воевали аристократы, потом революция гоплитов. Все свободные граждане вдруг становятся пехотинцами, тяжелыми. И с ними ничего не сделать. И Рим идет по этому пути. Рим в начале своего пути классический полис. Отказываются от аристократов. И дальше нагружают военной обязанностью всех. А как? По какому принципу? И вот тут принцип самое важное. Потому что он отражает особенности структуры социальной. Принцип достаток. Не деньги. Достаток. Потому что деньги это что? Это мерило стоимости. В какой-то степени мерило стоимости товаров. А денег еще в таком широком ходу в это время нет. Это реформы, да, еще царские. Сервея, Тулья, денег нет. А измеряется в натуральном продукте. В медиминах зерна. Вот сколько примерно медиминах... В скольки медиминах зерна можно исчислить доходы этого человека. И дальше делятся все на центурии. То есть на военные группы. На такие военные кланы. И представитель каждой военной группы должен, обязан, да, служить в армии на определенном посту, иметь определенный набор защитного и наступательного вооружения, да. Ну и, соответственно, чем богаче, тем дороже это вооружение. Чем богаче, тем дороже это вооружение. Вот такая военная система во главе с царем и сенатом в какой-то момент изменяется. Она изменяется, поскольку римские цари не справляются с давлением вот этих старейшин, опирающихся на военные вот эти группы, разделенные по финансам. А последний римский царь, торк линий гордый, поплатившись за, в общем, свое нестандартное поведение такое особенное, за то, что он, вероятно, хотел власть узурпировать, вот он за это платит изгнанием. Там целая сложная борьба идет. Римляне вообще очень любили рассказывать про этот период, разные истории, про то, как они изгоняли этих самых римских царей, как эти цари возвращались с армиями этрусков, пытались, значит, там как-то все это вернуть себе власть. Но римские вот эти войны, да, и римские сенаторы их не пустили и отбились. И вообще у римлян очень специфическая в этом смысле идеология. Они формируют, она похожа на полисную, но они формируют культ государства. Такого вот, дело в том, что какой римлянин хороший? Хороший римлянин, это такой римлянин, который неукоснительно выполняет законы своей страны и готов жизнью своей эту страну защищать. Потому что он правильно понимает понятие благо. Это такое изменение ментальности, римская ментальность другая. Они под благом понимают благо не свое, а благо общины, благо государства. И вот человек, который борется за благо общины, вот он и может только претендовать на какое-то увековечивание в римской истории. Поэтому все ранние римские герои, они что делают? Они ведут очень простой быт, и в случае опасности они своей храбростью готовы, готовы своей храбростью стать на защиту Родины. Такая идеология, вероятно, и приводит к появлению республики. Когда республика, управляемая выборными должностями, магистратами. Так, сейчас я быстренько перехожу, да, мы говорили с вами про республику, говорили про магистратов, что это выборные должности, выборные должности. И исполнение этих обязанностей – это большое счастье и благо. Не все это могут себе позволить, потому что за это не платят, но не платят за это принципиально, потому что это обязанность. То есть, если ты выбираешься, то дальше, да, ты за это и платишь. Это близко к логике Трампа, который, помните, говорил, выбираясь в Америке, что он не потратил ни цента бюджетных денег, там, да, никаких денег налогоплательщиков на свою компанию предвыборную. Вот логика примерно та же самая. Так. Таким образом, да, вот все это поддержано такой гражданской мифологией. Гражданской мифологией. Поучительными примерами, как бы, из жизни, да, самого человека. И вот, когда борьба заканчивается, формируется вот такая система, да, когда борьба с царями заканчивается, система непростая. Она нам с вами напрямую непонятна. Вот посмотрите, да, есть органы управления общинные такие, да, народные собрания по центуриям, то есть, да, по военному, как бы, аспекту. А старые народные собрания по трибам, то есть, по родам. И вот здесь такая комбинация, да, вот это, вот это коллегиальные органы. Такие, да, народные, виды народного собрания. Дальше у нас идет совет старейшин. Вот здесь аристократы, это сенат. Они влияют на выбор магистратов, да, ординарных и экстраординарных утверждают этот выбор. И дальше целый список разных, 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 разных магистратов, разных чиновников. Всех их отличает что? Они все временные, они все ограничены в своей власти, кроме как, если это диктатор. Вот экстраординарная магистратура, это диктатор, ну, был еще ряд некоторых, были еще там децемвиры, но тем не менее, вот эти самые диктаторы. К чему это приводило? Это приводило к тому, что каждый знал, что в какой-то момент, в случае чего, ему придется отвечать. И он не может претендовать на царскую власть, потому что вся власть строго разделена. Римляне, кстати, потом не любили тех, кто пытается царскую власть получить. Они, в общем, с ними расправлялись очень конкретно. И последним, последним, полцезарь, который стал к этому подходить, да, и был за это убит. Был за это убит. Вот такая непростая система управления. Была важная особенность. Экстраординарные должности могли быть назначены в случае критической опасности. То есть римляне хорошо понимали, что вся эта выборная модель аристократической, олигархической республики, она может дать сбои в случае глубокого кризиса. И тогда заключался диктатор, который не подчинялся никому в течение определенного времени. И был не подотчетен. Был не подотчетен. Но это только в критическом случае. Значит, вот чем занимались ключевые чиновники. Ну, во-первых, два консула. Два консула. Это сложная система чиновничьего управления. В Китае, конечно, будет сложнее, но мы, когда посмотрим на любую современную систему, вы увидите, что она такая же. Принципы чуть-чуть поменялись, но идея в основе такая же. Консулы, высшие магистраты, которые возглавляют всю систему, имеют военные полномочия. Их два. И вот дальше мы увидим на примере, скажем, консула, как сложно и больно идет процесс появления республиканских институтов управления. Через огромное количество ошибок. Потому что, например, консулы в случае войны сначала выдвигались на войну только вдвоем. и командовали каждый по дню. Это очень часто приводило к проблемам, в том числе и во времена войны с карфагеном. Потому что если один выбирает одну тактику, другую – другую, в итоге никто никакую проводить не может. Это был, как это говорят, баг, который потом пофиксили. Эту проблему исправили. И теперь просто один, в какой-то момент приняли правило, что один консул остается в Риме, если это возможно, а второй единолично управляет войсками, чтобы можно было сохранять какую-то преемственность в этих самых действиях. И здесь вы увидите в списке, я вам полностью вычитать не буду, и тех, кто контролировал общественный порядок, и тех, кто контролировал сбор налогов, и тех, кто контролировал исполнение законов, и даже тех, кто защищал простых людей. Это вот, например, трибуны. Полностью их называют плебейские трибуны. Защитники. И вот от этой должности мы с вами перейдем к другому важному вопросу. У нас разные общества обладают разными социальными особенностями. Но чем общество древнее обычно, если мы рассматриваем период после распада родовой общины, тем меньше возможностей, меньше социальных лифтов в этом обществе работает. Мы вот сейчас живем в обществе, где социальные лифты работают наилучшим образом. Но вот римляне, они, как общество закона, старались защитить всех своих граждан. Это все проходило через борьбу. Но, тем не менее, в итоге все это пришло к хотя бы такому зримому равенству возможностям. Значит, плебеи боролись с патрициями за полноту своих прав. Но патриции на них паразитировали изрядно. Отбирали у них общественную землю, порабощали их. И ошиблись так же, как ошиблись греческие аристократы. Плебеи, почувствовав свою силу, когда они стали основой армии, вдруг начали вести с патрициями борьбу и в ней побеждать. Потому что их больше, и они все вооруженные. Но они сражались не в открытую. То есть Рим в этом смысле не знает гражданских войн в этот период. Плебеи, когда исчерпали все возможности законные, они просто начали уходить. Они вооружались и в случае опасности, надвигающейся на Рим, прятались на холме, предоставляя аристократам возможность самостоятельно решать все городские проблемы. Ну, естественно, в таких условиях аристократы, которым было что-то терять, вынуждены были идти на уступки. Хотя тут есть интересный момент. Был один случай во время сецессии Плебеев. Сецессия это уход. Вот этот Плебеев. Представитель римской аристократии пришел к представителям Плебеев. в минуту военной опасности и рассказал им историю о ссоре рта и желудка. Когда рот поссорился с желудком, сказав, что я все жую, а достается тебе. И отказался есть. В итоге умерли он. Плебеев, кстати говоря, в этот раз откликнулись. Вот эта история про ссор рта и желудка их в какой-то момент выразумела. Хотя, тем не менее, переговоры об уступках в политической жизни велись. Вот если вы вспомните Египет и Месопотамию, там никаких гражданских прав у населения не было. Была воля царя, в какой-то момент, когда сформировались вот эти религиозные монархии, который там в Месопотамии, например, даровал законы. И по этим законам все жили. Как законы Хаммурапи. Но вот такой гражданской инициативы в управлении нет. А у римлян есть. Так складывается, в общем-то, потому, что не было потребности в этой жесткой царской власти. Там не нужно было строить каких-то массовых сооружений. Кроме того, религия римлян и отношение римлян к религии не позволяли им замкнуться на вопросах по смерти. Вот для египтян, например, что важно? Для египтян важно, как ты помрешь. Как ты помрешь, как ты пройдешь вот этот вот путь между демонами, и сможет ли покойный фараон тебе как-то помочь с того света. А римляне к богам относились очень просто. У них была формула, да, ты мне, я тебе. Они приносили жертвы, чтобы боги в ответ дали им благополучие. Поэтому, естественно, при таких условиях всерьез задумываться о каких-то последствиях своего по смерти, ну, смерти бессмысленно. Никто этими вопросами не занимался и не интересовался. То есть, понятно, что римляне думали о смерти, были и Плутон там в подземном мире и все остальное, но всерьез их вопросы эти не так занимали, как то, что происходило в жизни. Римляне всегда жили здесь и сейчас. Для людей, которые живут здесь и сейчас, естественно, очень важна возможность себя реализовать. Если вы не думаете, что там вас ждет вечность, то вам важно реализоваться тут. И поэтому они с удовольствием боролись за свои права, подзанимали должности. В общем-то, Рим — это общество инициативных людей. Именно поэтому идет постепенная в республике демократизация, потому что бороться с ней очень-очень трудно. И вот вы видите, сначала право избирать народных трибунов, то есть специальную должность защитников, которые могут накладывать право вето на решение Сената. То есть, если кто-то пытается паразитировать на плебеях, народные трибуны защищают. Потом запрет о долговом рабстве. Римляне очень быстро поняли, что бессмысленно уничтожать собственную гражданскую общину. Затем доступ плебеев ко всем магистратурам. И в итоге признание решений плебейских собраний на уровне общих собраний. Короче говоря, в какой-то момент оказалось, что у плебеев прав больше, чем у аристократов. Это удивительная ситуация. Но тем не менее. В общем, вот такая борьба за свои права. И так в борьбе формировалась Римская Республика. Особенно важной является кодификация закона. И не просто то, что законы записали, а то, что создание законов инициировали снизу. Вот мы на западе, на востоке с вами видим инициацию законодательства сверху. Законы Шульги, законы Хамурапи, декреты, всякие приказы, указы фараонов, которые формируют какую-то законодательную базу. Вот в Риме не так. Нет. Народ собрался и посчитал, как и в Греции, что мы законы хотим написать сами. Но в отличие от Греции не призывал философов или каких-то мудрецов, как Дракон, например. Нет. Риме не выбрали из своих сограждан, коллегию Деценбиров, 10 человек, которые должны были эти законы написать. И они были написаны на 12 таблицах, выставлены на форуме. Они не дошли до нас, они потерялись. То есть, законы сохранились переписанными. Мы знаем эти законы. Их 12, но тем не менее оригинальных табличек нет. Раскопки там на форуме проводились, таблицы не нашли. Вот посмотрите на эти законы. Это законы, которые регламентируют все стороны жизни. И это тоже защита плебеев, которые не знают законов. Вот там написано, можно подойти, прочитать и узнать. И никто не сможет ничего интерпретировать. И тут и процесс о гражданском судопроизводстве. Как вести суд. Естественно, это важно, чтобы вас судили по правилам. Это вообще не религиозных, кстати, правил. Это все светское законодательство. Что делать с должниками? Какую власть имеет отец рода? Собо. Вопросы передачи собственности. Вопросы заключения договоров. Уголовное, публичное, сакральное право. И последние две таблички, они будут позже приняты и потом очень быстро выведены из употребления. патриции постараются как-то защитить чистоту своей крови и запретят браки между патрициями и плеберьями. Но этот закон очень недолго продержится. Вот в общих чертах римское законодательство. Значит, проблема вот в этой такой близкой к греческой государственности началась тогда, когда нужно было формировать территориальное государство. дело в том, что полис, вы помните, не способен к тому, чтобы сформировать большую-большую систему. А римляне начали пытаться этот вопрос как-то решать. И римская республика на самом деле это система союзов. потому что ЦИВИТОС, как и полис, территориальное государство создать не сможет. Не сможет. Такая система управления, она очень локальная. Ее нельзя спродуцировать на другие захваченные территории. Поэтому поэтому господи, извините, пожалуйста, не греть. Поэтому римляне придумали вот что. они присоединяли к себе захваченные общины на правах союзников. Разных союзников. В зависимости от того, кто как с ними воевал. Это такой странный костыль, когда ты не можешь создать территориальное государство, но пытаешься его сымитировать. Расширяться-то надо. Итрусские города захватываются, Амницкие и так далее. Если город сопротивлялся, ему давали меньше автономии. Это был союзник Рима, который обязан был платить подати разного вида. А города, которые не сопротивлялись и добровольно входили в состав Рима, добровольно, они получали прав больше. Например, там был аналог римского управления создавался, но например, вот эти города должны были, ну и тоже был ряд каких-то обязанностей. Короче говоря, вот такая сложная система союзов. Она показала свою очень серьезную устойчивость. То есть, казалось бы, система союзов должна трещать по швам в условиях внешней войны. Да, какой-то. Но вот у нас римляне воюют с Карфагеном, с итальйскими там разными городами, с этрусками, с пиром, царем Эпира. И везде эта система выдерживает. почему? Потому что римляне умеют делать то, чего не умели кстати древние греки. Они умеют продавать себя. Они умеют навязывать собственную культуру гораздо, гораздо лучше. Римляне формируют некий образ правильной жизни, успешной жизни развитого цивилизованного человека. и навязывают этот образ окружающим народам, которые потом хотят соответствовать. Потому что считают, что именно так живут успешные люди. Те народы, у которых все получилось. Жить как римляне это хорошо. И вот это основная идея, которую римляне проводят вовне. По большому счету римляне придумали в этом смысле систему глобализации. Римской глобализации. Поэтому когда например Ганнибал вошел в Италию и сказал италикам, что он их освобождает, италикам сказали нет, спасибо, нам этого не надо, мы бы хотели получить римское гражданство. То есть в выборе между освобождением от Рима и тем, чтобы стать римлянами, они хотели стать римлянами. Вот это такая важнейшая модель интеграционная для существования этого общества. потому что именно гражданин полноправный. Ну вот патриции, плебеи, рабы, все это владельцы земли. В смысле патриции это владельцы земли, плебеи тоже владельцы какой-то общественной земли. Но появляются со временем с развитием общественных отношений еще один вид. это наемные работники без земли, граждане без земли, которые берут у землевладельцев участок в найм, участок в найм, и его обрабатывают. Такая аренда по большому счету. Вот такие сложные отношения экономические. Говорят о мощном экономическом развитии, кстати говоря, появлении наемного труда. По большому счету появляются и те, кого в России называли соломбатраками, просто наемные работники, которые работали на чужом поле за деньги. Ну вот самое большое распространение получают свободные арендаторы, колонны. Я почему отдельно их вспоминаю? Потому что говорят, что римское общество основано было на рабстве, на рабской силе. Нет. Оно основано было на маленьких свободных арендаторах. А рабы были только силой вспомогательной. То есть это сложные общественные отношения в достаточной степени, которые не являются такими абсолютно рабовладельческими. Есть еще один вид, кроме колонната, аренды земли, есть еще пикулии. Это еще один момент. Римляне очень быстро поняли, что рабы плохо трудятся, потому что у рабов низкая мотивация к труду и, соответственно, низкая производительность труда. Как ее увеличить? Если рабов много, увеличивать ее не надо. Если рабов мало, то можно сделать его заинтересованным. Бежать все равно некуда. С одной стороны, а с другой стороны, римляне настолько хорошо продают свой образ жизни, что основная цель раба это самому стать рабовладельцем, а не убежать домой в какой-то момент. Поэтому представляется пикулий. То есть рабу предоставляется мастерская или часть земли для самостоятельного ведения хозяйства, получения прибыли и передачи большей части этой прибыли хозяину, но с возможностью оставить себе части. Поэтому такие рабы, владельцы пикулиев, иногда были очень-очень богатыми. Вот это интересная особенность, когда рабы превращались в Рим и в частных предпринимателей. Были при этом и крупные хозяйства, конечно. Они назывались латифундией. Они назывались латифундией. Что такое латифундия? Это крупное поместье, принадлежащее римскому нобелю, римскому богатому, а иногда и богатому и знатному человеку. Вот там процветало рабовладение, но это были очень небольшие такие структуры. Это были очень небольшие структуры. Не так часто распространенные, как мелкое землевладение. То есть если взять все владения Рима, и посмотреть, какой процент из них будут занимать латифундией, окажется, что их очень немного. Это что касается экономических особенностей. Теперь что касается римских взглядов на культуру, они очень свободные. вот следующий этап средневековый он будет не такой. Римляне, как любые язычники, в этом смысле особенные. Они имеют возможность принять практически любую культуру. Принять практически любую культуру. как принимается культура? Она принимается через принятие богов. Через принятие богов. Я примерно предполагаю. Значит, смотрите, вот римляне вообще они очень гибкие в своем мышлении. и они очень здорово принимали все интересные изменения, которые находили у окружающих. В том числе они интегрировали это в систему общественного управления. Они даже в некотором смысле в своих религиозных взглядах это использовали. В общем, такие увлекательные в этом плане были ребята. Звук есть. То есть я могу петь. Да? Хорошо. Увлекательные были ребята, но тут вот как это все проходило, да? На религии это очень хорошо было видно. Римляне как бы своему духу не изменяли. Чтобы что-нибудь например какого-нибудь бога забрать, что нужно было сделать? Ну, нужно было просто главную статую у племени, которую победили взять и отвезти куда-нибудь к себе. потом со временем переосмыслить образ, добавить туда что-нибудь римское и сделать из этого бога римского бога. А все римляне вообще крайне прагматичные ребята. Например, у римлян нет бога конной езды. у римлян появился военный флот вообще раньше. Просто он был очень плохой. Но вот они встретились с карфагинянами и оказалось, что финикийцы, карфагиняне это финикийцы, финикийская колония города Тира, гораздо лучшие мореходы и справиться с ними на море не представляет никаких возможностей. они проанализировали финикийцев. То есть они карфагинскую галеру, которая где-то села на мель, вытянули, доставили ее в Рим, ну там значит близко к Риму, разобрали, посмотрели из чего она собрана и собрали назад. Такую уже. То есть разделили эту галеру на части как конструктор, повторили детали конструктора, а потом собрали. Это не всегда работает, потому что набор частей и целые это разные вещи, поэтому первый флот у них развалился очень быстро. Но у Петра Первого же было то же самое. Когда при Петре у нас строили флот, первое, что он сделал, это рассохся, потому что неправильно его построили. Но тем не менее, да, потом они собрали ее второй раз, третий, четвертый, на десятый раз они научились пересобирать отличные корабли. И оказалось, что все равно не получается, потому что они на море хуже ориентируются. У карфагенян есть отличные карфагенские там флотоводцы, а у римлян нет, римляне вообще сухопутные в этом смысле. И они очень здраво решили, у нас теперь есть корабли и солдаты, давайте мы объединим корабли и солдат, да, и превратим морское сражение в сухопутное. И они просто абордажем начали заниматься. Они к карфагенским кораблям подходили, карфагеняне там стреляли, закидывали их, таранами пытались таранить, а те нет, они говорят, о, хорошо, иди поближе, цепляли крюками финикийские корабли, из трюмов выбегали римские солдаты и устраивали резню матросов там резали, потому что у них тяжелое вооружение было при себе. Да, то есть они вот это умели очень хорошо, с богами то же самое было, поэтому они вообще очень хорошо все принимали, язычники вообще очень хорошо все принимают, потому что если у богов много вариантов, много вер, много, там кто создал мир? Ну, в этой провинции Римской империи верят, что этот, а где-нибудь потом, в более поздние времена, в Египте, например, что Серапис, а где-нибудь, что, ну и ладно, ну и хорошо, ну, ну пусть, ничего страшного, вот, и так они все и делали, вот с богами то же самое, у нас нет бога конной езды, а есть кавалерия, а солдаты-кавалеристы расстраиваются, что у них бога нет, некому помолиться в случае, если нужен какой-то запрос отправить на Вселенную. Давайте найдем. И они посмотрели, у кельтов есть богиня Эпона, богиня конной езды, будем поклоняться ей. Ну, она правда такая, изображение у нее не сильно римское, она там такая, знаете, была специфическая у кельтов, это богиня, кровожадная. Ну, давай, мы переформатируем чуть-чуть, длинные волосы подрежем, значит, кровожадный вид, там она такая, обнаженная на лошади, изображалась схематически. Это мы все подрихтуем немножечко, сделаем ее чуть более такой цивилизованной, все, теперь Эпона, простая римская богиня, значит, теперь наша. Вот, примем. Вот так, как-то римская цивилизация и существовала, на самом деле, через принятие всего, что есть вокруг. При этом, сохраняла себя. Поэтому римляне были идеальным центром глобализации. Они готовы были предложить окружающим народам то, чего у них нет, и при этом не растаять и не раствориться в чем-то другом. Ну, то есть, например, греки, греки мощная культура, но ничего они с римлянами не смогли сделать, потому что римляне очень четко имели стержень в своей идеологии. Вот это идеология служения римскому государству и очень такого, я бы сказал, очень такого приземленного блага земного. Поэтому римский мир глобальный, он и появился. Это такой идеологический вопрос. римляне вообще создали, кроме этого, еще и массовую культуру, потому что, чтобы быть эффективным глобализационным центром, надо массовую культуру обязательно иметь. Посмотрите на современные глобализационные центры. Это там, Соединенные Штаты Америки с Голливудом. Они продают огромное количество кино про все на свете. Там, про войну, да, про что угодно. продавая свой образ жизни. Ярко, красиво. то есть, давайте посмотрим, например, Мстители, да, модная, популярная серия была, пока не закончилась. Я так понимаю, что закончилась, но исправно смотрели. Оно красиво, увлекательно и не требует подготовки для того, чтобы это все ощутить. А на заднем плане пропагандируется образ жизни. потому что как живет успешный человек вот так, посмотрите, кто там, Тони Старк, я не очень хорошо разбираюсь, поэтому вы меня поправьте, но какой-то там вот эти герои, которые богатые, как они живут вот так, что они одевают, вот это, как они думают, вот так. Формируется образ мышления и представление о том, чего надо достигать. Римляне умели делать то же самое через массовую культуру. Массовая культура потрясающий проводник. Элитарная культура сложная, не все будут ее воспринимать. Народная культура, наоборот, слишком простая и с другой стороны очень привязана к народу, к конкретному этносу. Массовая культура, пожалуйста, она должна быть вкусной, увлекательной, римляне это понимали. Поэтому они даже фастфуд создали по большому счету. Вот римский колизей и римские гладиаторские игры это вот такой подход. Причем римляне вообще-то переформатировали процесс. Гладиаторские игры были у этрусков о форме погребального жертвоприношения. Когда в бою кто-то кого-то убивал на могиле усопшего и этого убитого таким образом приносили, как будто бы в жертву на могиле покойника. Римляне сделали из этого игры. Люди разносили там еду, они там жили по большому счету. Там система уборных была внутри. То есть это прямо вот как знаете серия футбольных матчей. Сутками люди там жили и смотрели. И Рим был такой витриной этого мира, чтобы варвары все иные пришли и захотели стать такими же. Поэтому римляне, конечно, потрясающе торговали своим образом жизни и создавали такой... Рим был таким центром притягивающим со всего мира людей. Все хотели быть как Рим на самом деле. Поэтому если посмотреть на союзников Рима, еще раз, республика это набор союзников, это не единое государство. Они все пытаются построить что-нибудь похожее на Рим. В Риме там будет вот такой форум, в капы похожие, только меньше. И так далее. То есть попытка копировать. Поэтому они первые создали такую глобализационную сеть международную и массовую культуру. Вот это большое достижение римской цивилизации. Которая построена в том числе на качестве жизни. Приходите и будете жить хорошо. Мы решим все ваши проблемы. Вот, пожалуйста, к виду. Кстати, видите, вот английский один из акведуков до сих пор используется римских в Англии. Мы воду вам доставим. Вам не предали. То есть огромный город качества жизни. И на этом существует целая римская цивилизация. И на самом деле вот эти методы они до сих пор методы в том числе управления остаются плюс-минус. римляне завоевывают огромные территории. Создают территориальное государство в какой-то момент. Вернее, как? Они создают систему союзов, но она начинает трещать по швам, потому что огромные государства таким образом не построить. Начинается крупный кризис, потому что, видите, захватывается и вся Италия, и бассейн Средиземного моря, то есть и Северная Африка, и Македония, и Греция, и Сирия формируется многонациональное государство, где все хотят стать римлянами. Но управляться таким образом из Рима путем выбранных каких-то выбранными должностями из Рима на системе союзов уже нельзя. И тогда система начинает постепенно меняться. Постепенно меняться. кризис Римской Республики приводит к жизни то, что потом мы назовем империей. Сопровождалось все это экономическим кризисом. Постепенно Италия беднела, ресурсы в ней заканчивались, разорялись местные мелкие производители. Было огромное количество недовольных и начались попытки сначала республику реформировать. Реформировать не уничтожить, а реформировать. Первыми кто этим стал заниматься были одними из первых братья Гракхи. их к слову сказать убьют обоих. Они попытаются создать я не знаю как бы так верно выразиться из Рима социальное государство. Что они хотели сделать? В чем была проблема? Дело в том, что была общественная римская земля, которую можно было арендовать. И Патриции естественно через своих магистратов так интриговали, чтобы большую часть земли арендовывали именно они. А племеем оставались очень небольшие части, что приводило их к бедности. И вот здесь мы видим серьезный социальный конфликт. Как была попытка его решить? Попытка ограничить землевладение. Давайте запретим Патрициям арендовать общественные земли в таком количестве, чтобы доставалось всем. Патриции сопротивляются. В ходе этой борьбы братья Гракхи проигрывают. Проигрывают и погибают сначала один, потом другой. Следующая проблема это увеличение количества рабов. когда много рабов имеется возможность создавать крупные плантации, выкупать и искусственно разорять простых крестьян и собственно говоря общественное напряжение опять поднимается, опять разрастается. Ну на рабов всем в общем-то все равно, потому что рабы это вещи, а вот социальная нестабильность нарастает. Кроме того, рабы иногда восстают. В какой-то момент рабов становится так много, что они восстают, и крупные восстания происходят на Сицилии, и восстания под предводительством Спартака, и целые государства появляются, рабов, созданные рабами, где рабы свободные, а римлян они порабощают. В общем, огромное количество кризисных явлений, потому что пора появиться было территориальному государству, но чтобы его создать, требуется какая-то сила и воля, и проводниками этой силы и воли будут крупные полководцы, усилившиеся за счет завоеваний армия, будет служить инструментом для изменения политической системы общества. Значит, первым в Риме, кто попытается отменить республику, создать единое правление через диктатуру, будет Сула. Будет Сула, который покажет, у него не выйдет всерьез создать монархическую систему, республика устоит, но это будет намек. И следующими будут Цезарь, Помпея, Крас. И вот у Цезаря уже удастся, он создаст территориальное государство и будет, например, в римские органы управления вводить не римлян. Он попытается создать многонациональное государство равных постепенно, но у него не получится, у него не получится, потому что его убьют, республика будет сопротивляться. В общем, так или иначе, так или иначе, вся эта система союзов превращается в территориальное государство и в империю. Первым императором, ну, на самом деле, принципом будет являться Октавиан Август. И тут будет очень важный такой политиканский момент. Дело в том, что когда Римская республика исчезнет, для историков, для римлян она не исчезнет. Дело в том, что Октавиан Август как стал императором? Он, научившись у Цезаря, которого убили, тот действовал слишком открыто, решил, что нужно постепенно просто взять и занять все должности крупных чиновников. Он был одновременно магистратом по многим-многим направлениям. Просто таким образом, такой бюрократической, бюрократическими такими методами соединил в себе все возможности, всю власть. Хотя называли его не императором, а называли принципс, то есть первый, лучший. Принципат это, конечно, монархия, которая при этом имела вид республики. Следом за формированием монархии, вот этой странной монархии, у нас будет период, который мы будем называть эпохой империи, эпохой империи, которая закончится, конечно, кружением римской империи. Туда, Тиберия, Каллигулы, Нерон, Виспассиан, Тит, Домициан, Адриан. Вот эти римские императоры, которые всем вам известны, будут возглавлять вот эту большую-большую систему. И они будут существовать относительно эффективно до так называемого кризиса третьего века. Потому что римская империя в какой-то момент не сможет, во-первых, обеспечить себе достаточное количество рабов. Хотя это было не столь важно, потому что рабов, как я уже говорил, было не настолько много, чтобы можно было сказать, что на этом держится целая экономика. Увеличивается число мелких наемных работников, разоряются свободные граждане, сокращается городское население, исчезает вот эта идеология римская гражданская ответственности и появляется христианство. И вот многие исследователи говорят, что римская античная цивилизация умирает, когда приходит христианство. Не вместе с захватом Рима. Да, вандалами. Не с этим. В чем причина этого кризиса? В чем причина этого кризиса? В первую очередь конечно в том, что Рим перестает быть эталоном. В какой-то момент оказывается, что Италия беднее, чем провинции, что города провинции крупнее или в городах провинции гораздо лучше. Рим перестает быть нужен. Вот это важный показатель того, что в этот период пока еще управлять настолько большими государствами эффективно было трудно. То есть требовалась какая-то децентрализация власти, но каналы хождения информации еще не налажены. Это сейчас мы можем управлять страной относительно эффективно, потому что сначала появилась почта, а потом интернет. В древности этого еще не было. Вот посмотрите огромная Римская империя на вершине своего богущества. даже когда территория Бесопотабии риблином принадлежала. Настолько они широко далеко смогли зайти. И всем этим надо было каким-то образом управлять. Из единого центра, который теряет популярность, управлять этим оказалось сложно. Ни других методов для управления не было найдено, кроме как империю разделить. Просто такие большие системы оказались эффективны, неуправляемы. И тогда империю разделили на два государства. Это говорит о том, что технологии управления еще не настолько развиты. Пока еще это было невозможно или трудно. И вот посмотрите появляются западная и восточная римская империя при императоре Хеодосии. одна часть римской империи уничтожается, а да, как в 76 году Византия продолжит существовать и появится другая цивилизация, другая цивилизация, цивилизация средневековая. И это будет снова такое не падение, но в некотором смысле возвращение к предыдущим формам. Потому что варвары не смогут создать ничего аналогичного предыдущим римским формам государственности. Они будут очень стараться иногда подражать, но еще пройдет несколько столетий, прежде чем хотя бы близко смогут приблизиться к этому уровню. Я прошу прощения, видимо у меня у микрофона какой-то контакт отходит. неожиданно. В общем на этом заканчивается античная цивилизация и появляется новая христианская. И вот христианская цивилизация будет отличаться тем, что это будет мир антропоцентричный в высшей степени. Вот чем отличается идеология христианства и чем она изменит мир. она изменит мир, она изменит государственную систему и она изменит общество новым подходом. Теперь вдруг люди начнут ставить себя в центр мироздания, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. А значит и никаких других ценностей и потребностей кроме как удовлетворения потребности человека быть не может. человек постепенно начнет осознавать собственную силу в изменении окружающего мироздания и это будет той основой, тем фундаментом, на котором будет строиться новая европейская цивилизация. Новая европейская цивилизация. в общем-то начиная уже с пятого века. Теперь скажите мне пожалуйста, вам читали историю средних веков когда-нибудь? Западноевропейскую историю средних веков? Слушайте, а вот Камилла, скажите пожалуйста, если это возможно, вы ну вы же в школе где-то учитесь по какой-то программе, там же должны читать курс истории какой-то, нет? ну просто интересно честно говоря, если вдруг вы ответите, будет здорово, потому что я к сожалению не понимаю А историю кроме истории Кыргызстана какой-то истории мировой не проходит совсем? Ну ладно. Понятно. Ну ладно. Ну хорошо, что вы слушаете. В общем, средневековая система, на которой мы с вами вынуждены закончить в силу ограниченности времени совершенно другая. Средневековое общество и государство кроме того, что они христианские основываются на принципе если помните вассалитета в принципе клятвы Латвию то есть общий курс истории видите у вас страдает а поэтому вот я вам рассказываю про общество и государство это же не совсем курс истории я вам говорю про общественные изменения конечно плохо что вам читают мировой истории не очень понятно как на этом можно основывать историческое образование но это ладно это уже такие мои на это взгляды потому что ну не как анализировать происходящее в мире да или какое-то прошлое нельзя на основе истории одной только страны ну жаль мировой какой вассал моего вассала не мой вассал все держится на клятве вот эта история с законом она исчезает и уходит потому что теперь это не нужно мы возвращаемся постепенно к обычному праву а в обычном праве все на клятве через обычай знаете может быть эту формулу вассал моего вассала не мой вассал почему она так работает почему у нас все заменяется снова личным данным словом ну потому что в некотором смысле это деградация эта деградация в законодательном поле и дальше все средние века мы будем это преодолевать для того чтобы в какой-то момент все таки наконец прийти снова кодификации права и формированию сложной системы государственности но у нас с вами немножко времени осталось я думаю что говорить о средневековом государство уже поздно ну будем надеяться что за два года курса общества знания где мы с вами рассматривали какие-то конкретные сюжеты в десятом классе а потом конкретные говорили о их применении и развитие до от древних времен до к сожалению позднего рима я их про развитие этих процессов я думаю что у вас должно было сложиться какое-то впечатление потому что вот там мы в десятом классе говорили о социальных лифтах об экономических моделях о политических системах и все это было так или иначе мы все это затрагивали примеры отовсюду по большому счету привозили все должно было оказаться перед вами проиллюстрировано в курсе 11 класса вот я надеюсь что в целом было понятно и интересно ну что успели то успели это хорошо я надеюсь вам это будет полезно при поступлении в большой университет особенно большом университете очень глубокое дает образование требуется понимать разные процессы сложные многосторонние я вам всем желаю поступить туда куда вы хотите я очень надеюсь что вы хотите в наш университет терзайте все обязательно получится всем хорошего если вдруг понадобится какая-то консультация я думаю что всегда можно через организаторов уточнить мою электронную почту вот и мне какие-то вопросы написать спасибо вам большое всего хорошего до свидания